Обычно вот такие работы, они начинаются с какого-то общего такого подмалевка. Я вот эту кисточку еще возьму, она как раз для имприматуры, да, наверное? Ой, она уже умерла. Ей уже только батареи красить, наверное. Вот чтобы я бы начал делать бы сейчас, я бы объединил бы, вот сразу затемнил бы вот эти вот участки прозрачно, цветом, вот так, кусочки. Более зеленоватый фон можно прям здесь вот сразу, если хотите более зеленоватый. Главное, чтобы он не должен быть там совсем прям темным, как вот он кажется здесь, потому что здесь еще будут сверху вот эти вот, как они называются, соломинки, да? То есть вот это уже, наверное, темновато, вот такая штука. Главное, главное прозрачненько это все, чтобы более-менее было. И прямо на один, на другой предмет заходим. Если что, потом, например, очень темные, всегда можно вот так вот сделать. А где краски? Это прозрачные, лессировочные красочки. И цвета. Цвета у нас тут индийская, желтая, краплак, розовый прочный, зеленая ФЦшка. И какая-то там Марс. Марс коричнево-темный, да. Но я его, наверное, чуть-чуть отсюда все-таки прихватил. Там черная пейна. Вот. Ну, здесь уже по ходу дела просто смотришь, все эти краски комбинируешь. И получается что-то такое. Ну, вот таким способом еще удобно в фон уводить. То есть надо сразу, вообще по идее, надо бы сразу еще и вот этот фон, его вводить. прозрачненько сделать. То есть те темные части, которые у нас есть, они делаются прозрачной лессировкой. Вот туда вот прямо уходить сразу. То есть не писать вот эту часть, например, к белому фону. Потому что вы напишите ее к белому фону, а потом окажется, что вам будет казаться, что нормальный цвет. А как только темный фон сделаете, они сразу светлее будут казаться. Поэтому здесь лучше всего какой-то кусок, вот сегодня просто наметить. Например, вот это все мы не осилим за один раз. Как фреска делается, выбирается какой-то кусок. То, что успеешь за сегодняшний день, то и делается. Ну, вот здесь вот, значит, надо успеть сразу предмет и фон. Ну, вот так вот, ну, например, вот здесь вот закончить. Не успеете, не успеете просто. Просто времени недостаточно. Здесь придется, ну, зная скорость вашу, как бы, я бы не советовал. Лучше на потом оставить, потому что если мы сейчас это закроем лисировкой, потом будем еще перекрывать. И лисировка на лисировку уже не даст такого прозрачного цвета. Ну, то есть он уже будет такой более... Ну, вот здесь вот можно. Вот этот вот, кстати, то, что белый фон, вот здесь, светлый, он дает свечение лисировки. То есть холст просвечивает сквозь краску и краска смотрится гораздо более ярко. В цвет я сейчас попаду, и мне важно просто сначала... Вот видите, там рисунок, он остается виден немножко. Нам этого достаточно, в принципе, будет. Вот здесь какая-то там, вы говорите, банка, да? Ну, вот он немножко там виден. Видимо, наверное, придется это все сейчас по ходу дела... Ну, как бы делать, исправлять. Кисточка немного... Но она маловато, что ли, не знаю. Здесь бы вот для таких вот вещей лучше какую-нибудь круглую такую... Вот эта, она как лопатка, она будет давать такое квадратное сечение. Ну, ладно, это пока не пачкаем. Будем обходиться тем, что у нас есть. Я могу прямо здесь довести до нужного цвета, смешивая прямо тут краски. Вот, например, да, он уже как бы такой зеленоватый, какой-то сложный. Но банку придется закрасть, вы ее там тонко нарисовали, и ее придется просто вот... То есть там, где будет розовый этот компот там какой-то или что-то. Там он тоже прозрачный. Да, вот. Вот и все. И вот он будет давать как раз вот это ощущение, что там что-то такое розовенькое. Вот так, главное в плотной краске не забираться. Если вы хотите, например, вот... Краплак, он более холодный цвет, если хотите его потеплее сделать, через индийскую розовую можно... Ой, индийскую желтую можно... Ну вот, да, что-то там такое. Вот как бы оставить это так. Вот этот у нас не прозрачный развеет какой? Кадми? Нет, кадми не прозрачный. Кадми не прозрачный. Можно... Плавные переходы можно вот такой техникой делать. Ну, как бы... Если вот так вот делали, что тогда получается очень они такие... Ну, грубые, но иногда это можно. А вот можно и так... Крестиком таким... Полупрозрачный кадмик. Полупрозрачный кадмик. Полупрозрачный кадмик. Ну, кадмик считается непрозрачным, в принципе. То есть они... Вот я сейчас покажу. Вот он, кадмик у нас. И вот он как бы вот... Ну, такой... Нету в нем... То есть он перекрывает нижний слой. Он не годится. А это не перекрывает. Можно и пальцами... Если надо там более плавный переход сделать. Можно и пальцем это сделать. Вот. Теперь... Вот здесь... Мы сразу можем задавать объемчик. У меня сейчас красноватый. Хочется, да? Немножко зеленоватый. Или нет? Смотрите. Вот это зеленоватый. А вот это немножко тепловатый. Да? Такой коричневатый цвет. Правильно? Смотрите. Значит, мы тогда вот сюда чуть-чуть больше зеленого даем. Сразу, да? Да. Сразу. Чтобы он... Вот видите, он уже начинает как бы... Вот. Наметил буквально. То есть пока это все еще хаос такой живописный. На нижнюю часть ориентируется, да? А? На нижнюю часть ориентируется. Ну да. Но я... Смотрите, как я делаю специально темнее. Видите, как сразу хоп! Выходит передняя часть. То есть ее на самом деле сильно трогать не нужно. Но если вы сделаете везде плотно-плотно-плотно вот здесь, без лессировок, то пропадет эффект вот объемности пространства. То есть такой вот в лессировочной живописи, которая на основе первой лессировки такой вот идет, в ней надо ее как можно дольше сохранять, вот эту лессировочку. Здесь вот оба самая темная мы пытались полностью найти. Эта часть была самая темная, по-моему, вот здесь вот. А, вот здесь? Да, это можно сейчас закрасить. Вот. Здесь уже можно какую-то такую лихую живописность чуть-чуть вот найти. По тону уже сразу выделяем, что вот это чуть светлее, это чуть темнее. Вот здесь вот у нас. Здесь мы пока ничего не трогаем, мы потом плавный переходик сюда сделаем. То есть это уже в следующий раз вот эта вот вся зона будет. А здесь мы пока тут сейчас начинаем разбираться. Единственное, что мы не сделали здесь сначала, это надо было промаслить. Потому что вот здесь вот видите, когда не по промасленной вот этой части я делаю, то такой шершавый мазок. Иногда это хорошо, а иногда это там, ну не очень. Но здесь вот, да, по идее вот надо бы, по идее, конечно, промаслить вот эту часть. Здесь было сначала всю. Просто взять и маслешком льняным вот так вот протереть. Но я как-то уже показывал это. И тогда в эту уже вписывается гораздо легче. То есть гораздо можно плавнее переходик сделать. Вот. Но все равно замыливать слишком не надо. Все равно придется какими-то мазочками здесь доработать. Вот такое общее пятно. Вот это даже красиво, что он такой неровный. Да, вот здесь в этой работе просто эти глухие места, они не видны, что там техника. А все-таки немножко как бы структура, все-таки эта стена. Это не лессировочная. Вот это не лессировка, а вот эта лессировка. То есть здесь переход, вот здесь вот идет переход к плотной. То есть это сверху сделано. Это вот как бы уже по лессировке. Это вот эта сумка, вот эта веточка, да? Это сейчас веточку. Все уже по лессировке тоже идет, да? А веточку ее мы можем сделать. Смотрите, если там она еле-еле видна, эта веточка, то мы просто берем салфетку и безбелил. То есть мы как бы не прописываем плотной краской, а мы намечаем вот так. Вот они, листики там идут. Понимаете? То есть они... Нам надо их только наметить, вот где они будут. Вот они. И потом их там подхватить где-то более темным, где-то более светлым. Дальше следующий этап. Это вы как раз вот делаете, вот например, более темные участки. Вот эти листья. То, что здесь. Вот они идут. Вот они у меня сейчас такие темноватые получаются. Можно их попрозрачнее. Ну, как бы вот смахнуть с них лишнюю краску, и они не будут такими черными. Можно их сделать уже чуть поцветнее. Туда их ставить. То есть я подхожу вот к этим местам, как бы с краев их. То, что не получилось сделать лессировкой, мы можем потом плотненькой красочкой сделать. Вот здесь вот интересно, вот эта ветка, это типа лаврушечка такая, да? Ну, такая же, она вот так вот лежит у нее геометрическая, вторая висит. Там непонятно, вот этот поверхность стол, куда он подходит. Насколько близко к дальней стене, но похоже вплотной, потому что... Ну, может быть, да, что-то такое. Ну, вот я пока намечаю, я могу ляпкой такой большой просто наметить сначала вот эти вот вещи. Вот он у меня здесь. Главное, по тону здесь более-менее попасть, чтобы это не слишком ярко было. Вот здесь светлые листья на темном фоне, а здесь темные на светлом, но это одна и та же ветка. И все. И я теперь могу вот эту ляпку сформировать фоном, как мне захочется. То есть я могу уменьшить ее в форму листочка, который здесь. Но пока что одной лессировкой. Вот. Ну, скажем, вот так вот, да, будет. Вот он этот светлый листочек. Вот он здесь вот где-то такой, а здесь дальше темный. На темных потом можно еще светлым тронуть, но это уже можно будет сделать с помощью плотной краски. А так пока бесплотной краски. Бесплотная краска. Вот. И уже вроде что-то такое намечается. Веточка объединит потом все. Ну, можно еще вот как будто там... Меня плохо здесь сейчас вижу. Как будто здесь сверху еще что-то какие-то листочки. Вот потом ее посаживаем. А, у них такого типа парных идут. Да, потом их туда усаживаем. И пошло дело. Немножко обкрасили их. Все. Вот. Вот она уже, веточка пошла. В принципе, по идее, можно даже без лессировки сделать очень... Ну, вернее, без плотной краски очень тонкую ветку. Ну, скажем, ее прямо вот я прорисовываю тряпкой. Угу. Она очень толстая получается. И опять же, усаживаю ее сначала по тону. А потом беру, обкрашиваю. Все эти толстенные штучки. У меня получается тоненькая веточка. Чудесо. В решете. Вот так. Вот. И вроде такая красивая. То же самое вот можно здесь. Но здесь вот интересно то, что тут-то она темная. Здесь как бы очень прикольный момент, который художники часто очень используют. Один и тот же предмет на темном фоне и на светлом фоне. Ну, как бы на темном фоне он светлый, а на светлом он темный. Но в итоге это будет читаться, что это как бы одна и та же ветка. Что здесь присутствует. Да. Вот этот вот момент, он очень часто используется. То есть один и тот же предмет мы можем сделать и темным на светлом, и светлым на темном. и это дает очень красивые эффекты вообще живописи вот я краешек загнул листочкой вот он дальше здесь пошел в принципе это можно вообще вот так вот оставить потому что этот кусок он в рамках всей картины он будет второстепенным и его не надо сильно прорабатывать теперь мы приступаем вот к этим фруктиком сливки по-моему какие-то зелененькие похоже зеленые такие типа терновника неспелого там я уж не знаю нет сливки наверно по лицу и яблоко может быть просто неужели но с него скорее какая-то китайка зеленая зеленая да вот чтобы я сейчас вот здесь вот они вот у вас уже там есть вот самые темные места они просто остаются мира все закончили я потом подойду можем самые темные места они не прописываются потом а как бы там где темные у нас рисунок идет контурные да и мы как бы двигаемся смотрите здесь какая штука что можно конечно эти яблоки сделать но потом мы все сделаем и будет очень неудобно делать вот эту банку мы как бы начинаем из глубины всегда и мы вот например вот эту банку вот она я сделал светлый средний тон это средний тон называется а потом я делаю следующий этап я делаю тем темный уже как бы более темный и вот выделяю чего там у нее в этой в этой баночке там какие-то яблоки там еще чего-то вот там где-то пальцем дорабатываю то есть мне нужен намек на то что там что-то круглое такое есть вот и вот я вот это кружу вот эти шарики которые там вишни там я уж не знаю что там будет вот это можно пофантазировать черешня а ну вот наверное она но там достаточно крупная ну на уши то что такая глубина там в принципе может быть все что угодно то есть нам не надо играть в лоб до копировать вот кстати получилось по размеру вроде да может быть чуть крупнее нормально вот вот это вот уже база она уже чувствуется что там что-то кругленькое такое и нам только остается эту баночку там как бы подхватить где там она будет у неё контуры плот плоской крышки вот это вот у нее какие-то краешки ну может быть и повыше сделать то здесь легко исправить здесь можно в принципе вот светлые места опять же салфеткой там у той же банки там краешек свет блик высветлить вот эту можно я сделаю такую обычную хотя нет обычно не пойдет не пойдет да у меня железной крышки такая получается я не понимаю какая там банка ну ладно в общем я вам тогда принцип показываю можно потом это все на самом деле там очень ярких каких-то акцентов там только как бы недосказанность какая-то вот такая вот она она будет и все вроде там что-то такая баночка какая-то даже можно я бы честно говоря блики то вот так бы может быть на некоторых сделал просто вот так пятнышками вот они нам раз выделились вот уже баночка то есть на самом-то деле здесь особо сильно ничего делать не надо вот она баночка для даже белой краски не не использую никакую и когда не использую белую краску у меня от эффект прозрачности заднего плана он будет просто очень красивый мне остается там где-то ее подчеркнуть там или краешек да слегка ее наметить вот и вот она там уже начинает мерцать баночка получится окончательно вот близком здесь по краю я делаю не разорвутся вообще она по краю по металлу ну может быть да чтобы я еще много если хотите потом переделать эту банку я я просто я вот как я представляю это дело вот плечочек например раз вытер его его чуть-чуть раз скорректировал и все вот это будет штука сидеть там просто здорово а вот здесь уже все вот эти вот элементы мы их прописываем сначала выделяем по форме и потом их начинаем уже плотной краской делать но прежде чем сделать плотной красочкой то есть как можно больше лессировки оставляем вот суть мы можем вот так вот ближние где будет плотная краска у нас есть но как бы намечаться мы можем ближние части просто немножко высветлить вот так а потом уже потом вот эту плотную красочку потихонечку в освещение вводить понимаете да вот такая такая система но не перекрашивая тени да и вот вы делаете и потом там просто формируете освещение уже смотрите насколько оно должно быть яркое насколько вот например ты тут я смотрю там ярковато я могу там при пригасить все это дело пригасить потом в конце бличочек там какой тут поставить там или холодный холодную патинку такую сделать или бличочек он тепло-холодно чтобы было сформировать его красиво по форме ну вот в таком в таком стиле и чем ближе к нам тем плотнее а с корзинкой надо действовать таким образом с корзинкой мы делаем просто я ее потом сначала по замазюкал а теперь нужно нарисовать ей сами вот эти вот но тоже надо учитывать что на освещенной части это будет светлее а в тени этот рисунок он как бы он тоже вот должен быть немножко тим а эти потом есть вот эти которые вертикальные но они у вас уже есть как будто их место намечено ну вот они по сути то они же здесь особо если посмотреть там нету такой прям вот как как бы слишком конкретной детальности нам для того чтобы понять что это картинка не надо каждую веточку прорабатывать нам надо надо только как бы суть ее наметить мозг он сам увидит что это корзинка даже уже вот так вот то есть я я не не высчитываю какая там веточка должна пройти вниз какая вверх ну по идее это можно конечно делать кто хочет заморочиться с этим такой гипер реализм тогда будет но у меня задачи нету сделать гипер делать гипер реализм просто вот общее общее состояние общее ощущение от этого можно передать вот и потом то же самое уточняйте весь рисуночек там очертания смотрите у казиночки где какое где там у нее веточки вот эти то есть она прям такая карамельная прозрачная да и потом если нужно вы делаете несколько движений уже плотной краской через кадмии но с белилами ведь я туда же мы не залезаем карме он тоже довольно такой плотный и можно через него высветлять через него вот как бы более светлый ведь он плотно кладется но надо учитывать что уже здесь не прозрачно будет то есть как можно меньше вот этих вот касаний и только на освещенной части и у вас будет сразу объемность вот этот вот этой всей структуры так что вот так вот такая штучка ну дальше продолжите сами тогда хорошо